Доброе утро, дорогие подписчики, друзья, коллеги. Меня зовут Святослав Коба, я главный врач клиники Дентал Фэнтези Белгравия Дентал Студия на Гарибальде. И сейчас мы как раз находимся на улице Гарибальде, перед входом в нашу клинику, в которой сегодня я проведу небольшую экскурсию, покажу, какие меры мы приняли в связи с всемирной пандемией, как мы обеспечиваем безопасность наших гостей и пациентов, как мы обеспечиваем безопасность наших сотрудников. Мы с вами не случайно начали сегодня прямой эфир с улицы перед входом, потому что, к сожалению, иногда бывает необходимость, и мы просим наших пациентов ожидать приема на улице. Как раз это одна из мер для того, чтобы пациенты не пересекались между собой. И поэтому я прошу вас отнестись к этому с пониманием, это все ради вашей безопасности. И теперь мы заходим с вами. Мы, естественно, поддерживаем масочный и перчаточный режим. Но сейчас для того, чтобы провести прямой эфир, я делаю это все без маски и без перчаток. Вы видите, что я потрогал ручку и потрогал звонок. Они после входа каждого и выхода каждого пациента обрабатываются дополнительно санитарными средствами. Здравствуйте! Одевайте, пожалуйста, бахилы. Выбирайте по размерам. Да, посмотрите, пожалуйста, в клинике на Гарибальде мы используем многоразовые бахилы. Стараемся беречь природу. Они разные по размерам. Есть детские и взрослые. Достаточно на ресепшене использовать дома эти многоразовые бахилы. Также обратите внимание, у нас есть антисептик. Здесь упор для локтя. Можно не контактировать. Обрабатываем руки. При входе наши замечательные администраторы нас встречают. Обязательно каждому пациенту мы меряем температуру при входе и всем сопровождающим. Нет, не надо. Проходим дальше. Обратите внимание, как ухомолектованы наши администраторы. У них используются средства защиты. Это перчатки, маска и щиток. Все вещи, с которыми контактирует пациент, ручка, документы и прочее, обрабатываются дополнительно санитайзерами. У всех еда есть на столе. Также мы просим наших пациентов, и есть такая возможность, если вы первичный пациент, и необходимо заполнить большой комплект документов, это все можно сделать онлайн. И при входе в клинику вам достаточно только подписать, чтобы не тратить на это время. Пойдемте дальше. Обратите внимание, санитайзер тоже на стене. В клинике довольно сейчас пустынно. Это связано, на самом деле, не с тем, что мало пациентов, а это связано с тем, что мы контролируем нахождение пациентов, чтобы они не пересекались в коридорах на ресепшене. Обратите внимание, это детская зона ожидания. Здесь наш прекрасный аниматор, который помогает нашим пациентам тоже соблюдать все средства безопасности. Тоже укомплектованно и одето, как наши администраторы. Сейчас из игровой зоны убраны игрушки, которые невозможно обработать. Есть их небольшое количество, есть телевизор, но сейчас сроки ожидания настолько сокращены. К сожалению, нашим маленьким пациентам приходится мириться с тем, что поиграть в игровой зоне, остаться до и после нельзя. Обратите внимание, сейчас детская зона ожидания пустая, но также мы придерживаемся правила, что одно помещение, в одном помещении находятся только члены одной семьи, либо один пациент, чтобы пациенты не пересекались. Пойдемте дальше. Здесь у нас тихая зона, сейчас там находится пациент один, который ожидает своего приема, либо сопровождающий. Но мы просим вас на самом деле сократить количество сопровождающих, если есть возможность ожидать в машине или на улице вашего пациента. Это все для вашей безопасности. Также обратите внимание, это туалет. Вот если крупным планом мы возьмем, после каждого пациента у нас происходит обработка всех поверхностей в туалете, которым прикасался пациент, проверяется наличие мыла или санитайзеров и опечатывается для того, чтобы вы были уверены, что здесь все чисто. Если вдруг обращаете внимание, что пломба сорвана, то вы можете воспользоваться тем туалетом, которым она заклеена, либо попросить администраторов обратить на это внимание, тогда перед вашим использованием туалет просто будет обработан. Пойдемте дальше. Мы нашу клинику, кстати, весело называем коридорчик, потому что она очень длинная и такая прям вытянутая. Сейчас там видно, что пациенты или коллеги наши присутствуют. Вот мы можем заглянуть в гости к нашему рентген-лаборанту Оле. Доброе утро, Оля. Мы ведем прямой эфир в нашей Инстаграме. Посмотрите, как Оля одета. Все наши сотрудники, ведущие приемы контакта с пациентами, одеты в бахилы. Если есть возможность, то они используют многоразовый комбинезон защитный, шапочка, респиратор и маска. В комбинезоны обрабатываемые, то есть после каждого контакта с пациентом комбинезон дезинфицируется специальными растворами, и тогда уже доктор или персонал или ассистент может выйти в коридор. Не на всех врачей или персонал хватает. Комбинезонов мы стараемся этот вопрос решить. Есть возможность использовать одноразовые халаты. Так что, если вы вдруг увидели у нас персонал без комбинезона, это не значит, что он не защищен или не защищает вас, он просто использует одноразовые халаты. Пойдемте в кабинет. Обратите внимание, над моей головой сейчас горит надпись «Не входить». Это значит, что здесь идет прием. Это мы просто подготовились. И вот сейчас работает рециркулятор закрытого типа. Он работает у нас всегда и в большинстве помещений. Он есть и в зонах ожидания, во всех кабинетах, в ординаторских, в раздевалках. Практически везде это необходимо для бактерицидной защиты. Также здесь он есть в кабинете над нами. Заходите в гости. У меня руки обработаны, как вы уже видели, но я потрогал много ручек, поэтому еще раз обработаю руки. Не забываем, что обрабатываем мы руки по специальной инструкции, что все поверхности, это занимает 15-20 секунд специально. И все движения, наверное, многие видели в видео, которое демонстрирует с краской, как это делается, для того, чтобы все поверхности рук были обработаны, и они считаются чистыми. Хочу обратить внимание и рассказать здесь поподробнее. Смотрите, наш медицинский персонал во время работы использует для собственной защиты респираторы класса FFP2 и выше, и 3. Это необходимо для защиты самого врача. Поверх этого респиратора надевается маска. Почему это необходимо? Потому что здесь есть клапан выдоха, чтобы доктор или ассистент не дышали на вас или на пациента, он закрывает еще дополнительно этой масочкой. Вот таким образом работает. Также хочу обратить внимание, что мы еще и до пандемии, и до эпидемии были аккредитованы, уже второй раз прошли аккредитацию, системы GCI, которая требует повышенной безопасности, повышенные условия безопасности. Для этого и поэтому, вы, находясь у нас на приеме, можете обратить внимание, что все, что мы используем для вас, это либо стерильное, либо одноразовое. Вот обратите внимание, здесь лежат наконечники и наконечники на пистолет вода-воздух, так называемые пустеры. Они для каждого пациента стерильно запакованы. То есть вы можете даже лишний раз попросить доктора или ассистента, чтобы вскрывали это при вас, чтобы быть уверенным в том, что это используется. Здесь подготовлено для осмотра. Также мы дополнительно приняли, какие меры безопасности. Между пациентами увеличен интервал для обработки кабинета. Все поверхности, на которые может упасть аэрозоль, которым кто-то либо мог прикасаться, обрабатываются, как при генеральной уборке, после каждого пациента. Поэтому тут прям повышенный класс стерильности. Мы все уже пахнем антисептиками, они уже пропитались нашу кожу и так далее. Также после каждого пациента проводится проветривание. Доказано, что проветривание в течение 5 минут полностью меняет микрофлору кабинета, то есть эвакуирует все возможные бактерии и вирусы, которые могут витать в воздухе. Ну и также бактерицидная лампа у нас здесь с вами висит. Вот, собственно, это те меры безопасности, которые мы применяем. Также отмечу, что всем сотрудникам, приходящим на работу, мы измеряем температуру каждые 4 часа. Это контролируется в специальном журнале, за это отвечает старшая медицинская сестра. Наши сотрудники, находящиеся на работе по нашему спецприказу, не имеют права посещать с признаками ОРВИ, они сидят дома. Мы делаем также тесты нашим сотрудникам на COVID, согласно указу нашего мэра, так как мы находимся в Москве. Но вот эти все меры безопасности, смотрите, я хотел бы отметить, если наши сотрудники защищены, и они защищены очень хорошо, у них очень маленькая вероятность заболеть. В таком случае у них практически нет никакой возможности заразить вас COVID. Поэтому у нас безопасно, мы продолжаем вести прием, плановый, в том числе. Если вас что-то беспокоит, мы не закрывались, мы вас поддержим. Обращайте.